Утро на Болткоме 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 не менее 10 часов в неделю. Это основные такие формальные критерии, скажем так, для того, чтобы подать заявку на участие в этой программе. Оксана, такой уточняющий вопрос. Речь идет о девушках, о женщинах старше 18 лет. Почему именно такая гендерная выборка не только в этой программе? В последнее время я обращаю внимание, что прямо акцент делается в IT-сферу, ну, не знаю, вербуют, скажем так, а именно женщин. Почему именно этот социальный аспект? С чем это связано? Да, потому что это связано с тем, что очень большой, во-первых, существуют определенные стереотипы гендерные, так они и есть, и такие общественные заблуждения, которые считают, что IT и сфера высоких технологий, информационных технологий, это исключительно сфера мужская, однако на самом деле это совершенно не так. Программисты, веб-дизайнеры, системные администраторы, это не исключительно мужские профессии, и этот стереотип, он не имеет ничего общего с реальным положением дел, и наша задача, задача команды Rigoty Girl и сообщества Rigoty Girl, как раз помочь женщинам войти в этот технологичный мир и показать, что там на самом деле женщин очень приветствуют, и сейчас как раз во всем мире ситуация такая, что женщин активно вовлекают в технологичные профессии, поскольку это помогает и им, во-первых, показать и развить свои способности и навыки, а во-вторых, конечно, это очень помогает и экономике в целом, потому что это появление рабочих мест, это появление новых квалифицированных специалистов, это вин-вин для всех сторон. А скажите, нет ли здесь еще одного обстоятельства, то, что все-таки IT-сфера, она очень удобна для работы на удаленке, и может быть как раз для женщин это, ну вот, возможность, не оставляя там детей, какие-то хозяйственные дела, параллельно с этим получить заработок? Да, безусловно, спасибо вам за этот комментарий, это именно так и есть, поскольку мамы, которые находятся в отпуске по ходу за ребенком, или мамы, которые хотят поменять профессию, но не знают как, сейчас технологические возможности позволяют и помогают им, не прерывая даже, возможно, свою какую-то основную деятельность, получать дополнительное образование, переквалифицироваться, или получать другую еще дополнительную специальность, не меняя там либо основную сферу деятельности, либо продолжая находиться в отпуске по ходу за ребенком, то есть помогая совмещать разные области, и это здорово, и это классно, то что это помогает женщинам гибко управлять своим временем, еще осваивать новые знания, получать новую профессию, тем самым еще в будущем увеличивая как не только свой доход, да, и там благосостояние, качество жизни, но и в том числе помогая компаниям, мы в целом, ну, беру глобально, развивая экономику. Оксана, есть ли какие-то данные по похожим предыдущим программам, сколько человек заходит, сколько получается на выходе, такая в маркетинге тоже называется воронка продаж? Да, есть, конечно, у нас есть данные по прошлому году, в прошлом году у нас был первый набор на программу OpenTek, и у нас было порядка 800 заявок, из них у нас примерно 150 женщин попали на программу, то есть прошли первый отбор, и из них процентов 70 дошли до конца программы обучения и получили сертификат Google, то есть они освоили полностью всю программу, и из них практически, из тех женщин, которые получили сертификат и полностью закончили программу, примерно 90%, они получили стартовые позиции в IT-саппорте, в компаниях-партнерах, или они продолжили свое обучение в IT-сфере. Насколько вот очень важен этот момент, скажем, может быть, даже не только для молодых людей, а для людей возраста, потому что сейчас, в принципе, как никогда начинает ощущаться разрыв поколений, то есть говорят о том, что по большому счету технологии позволяют совершать какие-то вот уже большие прорывы, но люди не готовы, ну то есть люди более старшего поколения, они тормозят, можно сказать, этот вот технический прогресс, потому что они не готовы пользоваться его плодами, то есть они как будто бы выпадают из этого процесса, и вот вовлечение людей старшего возраста вот в эту сферу, насколько оно может все-таки, ну быть важным вот в этой глобальной проблеме. Я понимаю у вас вопрос, и, знаете, могу сказать, что здесь два аспекта. Во-первых, вопрос мотивации и интереса со стороны человека, со стороны женщины, со стороны сеньера, а во-вторых, это та поддержка, которую мы готовы оказывать всем участницам, которые приходят в эту программу. Тут со стороны мотивации и со стороны большого желания человека я могу сказать только одно, что мы уже живем в мире, когда технологический прогресс колоссален, нагромен, все движется вперед и очень большими темпами. Поэтому как бы оставаться в той позиции, где находишься сейчас, это сложно, потому что все меняется и приходится адаптироваться уже к текущей ситуации. Поэтому самым, пожалуй, простым, с одной стороны непростым, с другой решением будет просто помогать себе, ну это такой совет-рекомендация, помогать себе адаптироваться к технологическому прогрессу и мало-помалу осваивать то, что он предлагает. Если мы говорим про участие в программе Walk&Tech для женщин в определенной возрастной категории, то мы оказываем различную поддержку. У нас есть ряд групп коммуникационных, где мы общаемся с участницами, помогаем им с какими-то вопросами, домашним заданием, поддерживаем, вдохновляем, говорим, что у тебя все получится, давай попробуем сделать еще шажок в этом направлении. Да, у нас есть определенные комьюнити выпускниц и комьюнити участниц программы, где такие же, как ты, продолжают обучаться. И когда ты учишься один немножко сложнее, ну мотивация может скакать, а когда ты учишься в компании и в команде таких же увлеченных и заинтересованных технологиями, эти становятся немножко веселее, интереснее и немножко даже проще, потому что это помогает тебе не бояться, понимать, что ты не один и чувствовать такую поддержку и чувство локтя своего товарища. Поэтому, если говорить в целом, то, пожалуйста, не бойтесь, будьте уверены, интересуйтесь, а мы поможем и поддержим вас в этом вашем интересе в IT-технологиях. А мы еще песенку споем. Вместе весело учить протоколы. Да, примерно так. Примерно так. Хорошо, огромное спасибо. Спасибо вам. Оксана Татарина нам рассказала о том, как можно поучаствовать в глобальном проекте органтех, работа в технологиях. Этот проект рассчитан на женщин, их бесплатное обучение, вот этим АЗАМ IT-технологий, то есть можно за три месяца получить новую профессию и овладеть новыми знаниями без отрыва от декретного отпуска или каких-то других своих занятий, в общем-то, заниматься важными и полезными вещами и разгонять глобальную экономику, что, безусловно, тоже важно и полезно. Оксана, огромное спасибо. Желаем сотен и тысяч новых студентов и студенток хорошего дня. У нас небольшая пауза, после которой культурные джазовые гости. Радио Болтком